Мои хорошие, здравствуйте! Сегодня у нас экспресс-расклад на сложные отношения. Будет только одна позиция на вашего человека, пауза или конец отношений. Давайте посмотрим. Далее короткий экспресс-расклад на одну позицию. Смотрим сначала, в каких энергиях находится ваш человек на тёмном паре. Но он боится. Он боится. У него какие-то очень значимые события происходили в жизни. Возможно, как вариант, что и семья его сильно давит на него. Возможно, кто-то... Расклад у нас общий. Возможно, кто-то и в разводе. Или разводится сейчас. Но здесь присутствуют какие-то страхи. У кого-то, возможно, какие-то даже вредные привычки здесь присутствуют. И, ну, в принципе, этот реплет закрывается тузом Пентакли. Туз Пентакли – это очень хорошая карта. Это хорошая такая, ресурсная она. И денежная, и карта хорошего здоровья. То есть такое впечатление, что вот эта вот полоса трудная, она у него скоро закончится. Давайте посмотрим, как он тогда по отношению к вам-то настроен. Что у него были большие трудности, но что вот он их сейчас преодолевает. Свои страхи, свои... У кого развод, у кого проблемы, у кого какие-то кризисы. То есть это может быть связано с чем угодно. Может быть просто переосмысление каких-то ценностей. Люди же взрослеют, люди меняются. Какой-то такой вот кризис-жанр присутствовал, но он выходит из него, выходит победителем. А к вам-то как? А к вам... К вам присутствует и какая-то неопределённость ещё. Но здесь вы пытаетесь друг друга доминировать, и он вас пытается доминировать. Потому что мы же задали вопрос, как он к вам здесь силы выпадает. Хочет показать свою силу. Как-то скрыть все свои слабые стороны. Но, видимо, по Луне они всегда получаются. Хотя треплет закрываются у нас магом. А маг, он у нас умелый такой. Он и хорошо говорить может, и убедить может. И, в принципе, ему подполасны все стихии. То есть такое впечатление, что он какой-то очень нестабильный. То он себя чувствует прям львом, то зайцем. Вот как-то так. Что этот человек... То ли это человек настроения. Понимаете, да? То есть когда у него хорошее настроение, тогда всё прекрасно. А когда плохое, то всё падает ниже плинтуса. Вот как бы нету стабильности у него в поведении. То он вас расхваливает, что вы там лучшая красавица, самая-самая-самая. То ведёт себя полностью индифферентно. Такие люди, которые расфокусированы и которые не могут держать вот такую линию. Допустим, какие-то проблемы у него на работе – всё. Сразу про вас он забывает или что-то. Какие-то проблемы, которые, возможно, с вами напрямую не касаются. Но тут же он меняется. И на вас срывается, нервничает. Вот люди, которые не умеют собой владеть. Как-то вот так. Что то он слабый, то он сильный. Не поймёшь. Такие люди, кстати, очень часто бывают представители водной стихии. Но не только. Трудные такие мужчины. Что там у нас? Какая неопределённость. У него начинается как бы и новый… После вот этого кризиса, который он преодолел, у него начинается новый путь дурака. Ему хочется заново многое попробовать в жизни, переосмыслить, повеселиться, пожить для себя. Но тут у него такое впечатление, что у него присутствует как бы и жена, и любовница. Или что он хочет иметь и жену, и любовницу. Что как-то вот опять вот расфокусировка у него идёт. Что несколько женщин. Какая-то для комфортной жизни ему нужна, а какая-то для вот этого вот веселья. Как-то так. Давайте ещё доложим вообще перспективу. Кто вы-то для него. Для жизни или для веселья. То есть у многих может быть… Как это? Ну вот, он не может определиться пока. Хотя быстрая энергия. То есть он в скором времени определится. В скором времени. Но здесь идёт и разрыв тоже. Скорее всего, когда он определится, может быть и не в вашу пользу. Прояснить этот разрыв. Да. Когда он определится, может, он и уйдёт. Окончательно. Всего скорее. Так что, как совет от вселенной. Как совет от вселенной, тоже не надо его сидеть и ждать. А нужно делать свои выводы. Потому что тоже вам выпадает. 20-й аркан. Страшный суд. Это значит, нужно свой путь пройти. Не сидеть его и ждать. А сделать свои выводы из ситуации. Просто идти вперёд. Потому что тогда у вас солнце. Солнце – один из лучших арканов. Лучшая энергия. Но этого солнца не будет, если вы будете сидеть и ждать. А что он, а как он, а объявится он, а проявится он. Потому что это что-то всегда из прошлого. Когда этого немножко, может, это и хорошо. Но сидеть себя, фокусировать только на этом, тогда настоящего и будущего не будет. Потому что у него свой путь, видите. Это его страшный суд. Это его преображение, взросление, путь вперёд. Переоценка ценностей. Для кого-то это аркан. Карма. Карма рода, карма семьи. Но у каждого же он свой. Поэтому вам нужно свой путь пройти. Уже кого вы там встретите. Наверняка кого-то нового. Потому что здесь всего скорее человек очень трудный. Человек накрученный. Человек, который в конце концов определится. Но, возможно, и не в вашу сторону. И уйдёт. Но не сидеть и ждать не стоит. Нужно уже идти по своему пути. И тогда всё хорошо будет. И солнце, и счастье, и хорошая энергия, и веселье, и эмоции. Но эмоции уже новые. Не только связанные с этой старой историей. Когда сидите и думаете. А что он хотел сказать? А что он имел в виду? Почему написал? Почему не написал? Почему позвонил? Почему не позвонил? Почему пропал? Почему появился? Когда наступает такой момент, что хватит. Хватит уже. Точка. И вперёд. А он... Бог с ним. Пусть определяется. Чтоб вы не тратили свою жизнь на это. Как-то так, моя хорошая. Я надеюсь, что вам нравится, что я делаю. Если да, хотя бы частично, то поддержите меня своими позитивными энергиями. А я вас поддержу моими. Бай-бай.